Сейчас на экране должны быть ужасающие фотографии детей, пострадавших от полиомиелита. Это острое инфекционное заболевание, и в 5% случаев вирус поражает спиной мозг и вызывает паралич тела. Но мы покажем счастливых людей, которые, скорее всего, никогда даже не слышали об этой болезни, благодаря врачам и ученым, которые долгие годы сражались с вирусом. И Анатолий Архипович стоял у истоков борьбы. Пик этого заболевания у нас был в 1957 году. И вот с этого 1957 года, как раз благодаря Респир Владимире Фельдман, началась вакцинация населения против полиомиелита. Боролись с полиомиелитом мы сообщали. И вирусологи, и клиницисты, и даже есть специальная комиссия у нас в Республике по ликвидации полиомиелита в нашей стране. И мы его ликвидировали согласно постановлению Бюро Всемирной организации здравоохранения 21 июня 2002 года. Сегодня весь мир продолжает бороться с полиомиелитом. Вирус циркулирует в Афганистане и Пакистане. Это значит, что в любой момент он может распространиться в другие государства. В прошлом году полиомиелит был зафиксирован в Африке. Именно поэтому в Беларуси ученые и врачи всегда держат руку на пульсе. В нашем центре обследуются все дети с остро развившимися параличами либо порезами. Такие параличи либо порезы может вызывать не только полиомиелит, но и целый ряд других заболеваний. Однако очень важно среди них не пропустить полиомиелит. Кроме того, к нам в центр поступают все вирусы, выделенные по программе надзора за полиомиелитом из любых источников. Окружающая среда, дети с другими заболеваниями. Все вирусы подвергаются тщательному изучению. Один из способов передачи болезни – воздушно-капельный путь. Распространитель может заражать людей от двух недель до нескольких месяцев. Лекарств от полиомиелита не существует. Есть лишь один способ защититься – вакцинироваться. В нашем календаре профилактических прививок в настоящее время и существуют 4 дозы инактивированной вакцины. Для того, чтобы не подвергать риску никакого ребенка ни с иммунодефицитом, ни с другим состоянием. Ее можно вводить всем детям. Прививочные мероприятия по предупреждению заболевания являются строго обязательными. Пока в мире есть хоть один больной человек, риску подвергаются все. Вакцинируйте своих детей и пусть все будут здоровы.